Я сама не художник, я педагог. Подул сильный ветер, сильный, 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 сильный. Награды и признания от президента нашей страны. Можно я у вас напишу ответы и вы их прочитаете? Я все почитаю. Хочу туда, хочу это, хочу это. И подул сильный ветер. Сильный, 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 давайте быстрее, быстрее, быстрее. Меня зовут Марина Владимировна Деркач. Мне 44 года. Ну, наверное, кем я работаю в первую очередь, это мама, потому что у меня 4 сына. И сегодня я основатель школы развития творческого мышления. И вдруг засветило солнышко и покапал мелкий-мелкий дождик. Это не только рисование, это вот именно формирование творческого мышления. Человек творчески развитый, он всегда положительно мыслит, потому что творческое мышление, оно помогает и формирует в человеке бережное отношение к себе, к окружающим людям, к окружающему миру. То есть я точно могу сказать, что человек, который развит творчески, он не бросит бумажку в общественном месте, он не оскорбит другого человека, не подумав, о как он к этому относится. И эти дети понимают, что каждый человек отличается друг от друга абсолютно многим. Мы делаем раз, отпускаем два. Маленькие, большие, внутри, друг на друге. За первый год обучения мы уже получили снижение заболевания на 90%. Это факт, с которым сходит бесполезно, потому что это статистика, которая была основана на справках в разрезе 250 деток. То есть оздоровление. После мы провели небольшое своё исследование, в рамках которых были выявлены интересные факты. Сегодняшние современные дети в 20% не умеют мечтать и визуализировать многие вещи. А это очень страшно, потому что сегодняшнее клиповое мышление, которое связано с нашими гаджетами, оно просто исключает эту функцию, и нет необходимости думать. Это неумение ставить задачи и цели, это неумение визуализировать тот путь, по которому идёт человек. То есть это просто живой солдат, которого сегодня воспитывает современное общество. Итак, приготовились? Смотрим внимательно на свои работы. Что вы там увидите? Есть школы, которые обычные, общеобразовательные школы, в которых модно быть умным или не модно быть умным. А вот здесь модно быть неординарным, модно мыслить по-другому. И вот эту моду, этот тренд сегодня мы задаём нашим детям. И это прекрасно, когда ребёнок хочет и транслирует своё неординарное мышление словами, мыслями и действиями. А скоро у нас наурыс. На наурыс есть традиция, которая называется коресу. И когда обнимаются, в этот момент все прощают друг другу, все обиды. У этой школы аналогов нет не только в Казахстане, но и в СНГ. Потому что на сегодняшний день, если верить официальным данным статистики, опять же, я стала первым автором методики по развитию творческого мышления, за что в прошлом году получила дважды награды и признание от президента нашей страны. Им нравятся здесь очень заинтересованные глаза. Они чувствуют себя очень уютно. Я вижу, что Марина Владимировна человек увлечённый. Увлечённый очень современным направлением. Потому что психология сейчас самое-самое... Ну, современное направление науки. И, в общем-то, воздействие на людей. Поэтому она в тренде. Когда-то я пошла учиться в гуманитарно-педагогический колледж, но не потому, что хотела быть учителем. По специальности учитель начальных классов там была другая профессия, параллельная. Но она для меня была основной. Это методист по воспитательной работе. Мне было интересно, а как это организовывать большие мероприятия? А что заложено в основу? А в чём смысл этих мероприятий? Потому что с детства я поняла, что мне интересно всё это делать. Даже когда я училась, я всегда говорила педагогам, я не буду работать учителем, я буду работать методистом. Первая моя должность была в 19 лет. Я пришла в наш областной театр драмы имени Тахувя Ахтанова, актёром второго плана. Но уже через два месяца работала главным администратором, потому что руководитель тогда заметил, что у меня есть организационные навыки. И тогда впервые в 19 лет я выступала на аудитории в 500 человек, где были руководители школ, методисты и представители Акимата. И тогда мне удалось убедить в важности внедрения элементов культуры в жизнь детей. И уже в 2016 году у меня был такой переломный момент. После рождения третьего сына я захотела уйти из системы, я работала в найме в финансовой сфере. Я вообще ушла в другую сферу. Я ушла в художественную галерею. В маленьком городе открыла Международную художественную галерею. Конечно, это был нонсенс, и тогда было трудно. Но сегодня она помогает показывать детям свои работы. Помимо основной работы есть ещё общественная деятельность. Сегодня я член Президиума Евразийской ассоциации креативных индустрий, председатель ассоциации дополнительного образования в Актюбинской области. Член ряда рабочих групп при Сенате по креативному образованию. Мой единственный любимый кабинет, где только я одна, это моя машина. Потому что дома детки, и ты понимаешь, что ты приходишь и начинаешь выполнять функцию и роль мамы. Дети более открытые, и они более откровенные. Дети чётко понимают, чего они хотят, а чего нет. Взрослые в силу общеустановленных каких-то норм и хотелок очень часто принимают чужое за своё, и иногда идут не по тому пути развития. Ещё одна фраза, которую я очень люблю, я её часто говорю на лекциях. Всё, что делается в жизни просто, ведёт к росту. В слове «просто» есть корень «рост». Я вам сейчас задам три вопроса, вы просто ответите на них первым словом, которое приходит в голову. В последних посланиях наш президент говорит о том, что очень важно креативное мышление и креативная экономика, развивать креативную индустрию. Но иногда мы понимаем, что эта область немножечко узка. Нам кажется, что креативная индустрия – это только ремесленничество, это только фильмы или что-то ещё очень похожее с творчеством, с понятием творчества, как мы привыкли. Но однако это не только про это. Творческое мышление – это творческое, это креативное образование, это креативная экономика. Креативное образование нужно потому, что оно позволяет нашим детям быть на волне современного развития и отличаться друг от друга своими особенностями, своими интересными элементами характера, которые как раз-таки и выявляются в процессе креативного формирования человека. Парадокс в том, что сейчас большинство из вас написало то, что нам было заложено обществом – школой, семьёй, друзьями. А что такое креатив? Креатив – это не то, что с нас закладывается обществом. Учёные сегодня выявили более 87 умов. И вот творческий ум, который лежит в основе креативного мышления, он как раз-таки и является самым главным, и входит в тройку, потому что он отвечает за счастье, за благополучие, то есть деньги, и за успех в жизни. Когда мы начинаем говорить уже о тех вещах, которые есть у нас в сознании, сформированные нашим опытом, и есть ещё один этап, который вытаскивает с нас очень глубокие смыслы, вот именно через эти глубокие смыслы рождаются самые гениальные произведения в мире, рождаются самые гениальные картины, рождаются самые гениальные исследования научного мира. Для меня учитель – это не тот человек, который даёт новые знания. Для меня учитель, который учит своим собственным образом. Просто здесь хочется напомнить всем о том, что само слово «образование» в своём содержании имеет слово «образ». Образ педагога. И если я сейчас задам вопрос вам, какого педагога вы помните из своего детства, вы наверняка назовёте человека, но не вспомните, чему он вас учил, конкретно темы, формулы и так далее. Вы вспомните образ самого человека. И это самое главное. И для своих детей мне важно донести этот образ, это откровение, эту искренность. Я с ними общаюсь как за взрослыми, несмотря на возраст. И мне очень хочется, чтобы они учились взаимодействовать с этим миром откровенно, от всего сердца, искренне. Я вообще по жизни очень большой перфекционист. Но при этом я, изучая себя через все методики, через все практики, техники, я в любом случае пробую все техники сначала на себе, а потом уже их выдаю в мир. Я однозначно могу сказать, что я счастливый человек, потому что мне, как специалисту, как эксперту, как душе, родившейся на этой земле не просто так, уже удалось как минимум спасти одну жизнь. Я знаю конкретные факты. И как максимум сделать чуть-чуть успешнее и счастливее несколько сот детей.